Ну вот и не прошло полгода, я снова с вами. Данное видео я посвящаю теме покупок. Сразу скажу, если вы видите, что видео длинное, запасайтесь чем-нибудь вкусным обязательно, потому что, наверное, оно у меня затянется. Покупки я эти совершала давно уже, и что-то даже успела попробовать, что-то даже уже закончить. Поэтому пора бы уже показать и рассказать, что же я такого покупала, и что мне понравилось, что мне не понравилось. Ну и по традиции начну с волос. Я покупала вот такую вот сладкую парочку, шампунь и кондиционер от L'Oréal, Эльсеф, по-моему, фибрология, да, называется. Я смотрела отзывы на эти два средства для волос, и они были положительные. Практически у множества людей они были положительные. Поэтому-то я и решилась их попробовать, потому что у меня закончился предыдущий мой шампунь. Так как предыдущий мой шампунь был такой, я не знаю, как сказать, он не содержал СЛС, я решила купить СЛС. Мне эти средства понравились. У них приятный запах, хорошая консистенция. Эти средства не пересушивают мне ни кожу головы, ни сами волосы. Ничего абсолютно они не делают плохого с моими волосами. Шампунь хорошо промывает кожу головы, но не до скрипа. Смягчает волосы, соответственно. И кондиционер мне поначалу показался таким слабоватым. Но второе, третье применение, мне он нравился все больше и больше. Потому что после использования кондиционера волосы у меня были именно шелковистые. Не какие-то мягкие, не какие-то просто там блестящие, либо еще что-то. Они именно шелковистые были. Мне это нравилось, потому что кончики у меня довольно-таки сухие. Я их уже давно не стригла, честно скажу. И то времени нет, то желания нет, то настроения нет, то я боюсь, что приду, мне обрежут очень коротко. В общем, да. Эти средства советую. Обратите на них внимание. Если вы хотите что-то новенькое попробовать, вот советую. Ну и шампуня у меня еще чуть меньше половины, а бальзам уже закончился. И что вы думаете, я приобрела недавно еще один. Почему? Потому что я собираюсь приобрести ту же самую серию, только не Фибрология, а Лореаль Эльсеф в черной упаковке только. В принципе, бальзам, я думаю, он ничего плохого не сделает. Как-то они не будут конкурировать между собой с другим шампунем. Поэтому я взяла другой бальзам, потому что пока я буду его использовать вместе с этим шампунем еще. Поэтому, да. Ну, до этих всех покупок шампуней и бальзамов я приобретала вот такое вот масло. Масло это у меня тоже Лореаль, Эльсеф. Господи, можно язык просто сломать. Масло экстраординарное, совершенствующее. Господи, шесть масел редких цветов. Не знаю, какие редкие здесь цветы. Написано, что волосы как шелк, жизненная сила без утяжеления. Всех... Подходит для всех типов волос. Тогда я его использовала с другим шампунем, который у меня был до этого. Оно мне не очень понравилось, честно. Как-то... У меня до этого был Фруктис, да, вот этот вот... Забыла фирму, как она называется. В общем, от фирмы Фруктис у меня было масло. Оно у меня и есть, но что-то захотелось новенькое, и я решила приобрести это масло, потому что на него были хорошие тоже отзывы. Многие хвалят его вот этот запах. Он мне, честно, напоминает какую-то вот туалетную воду, либо что-то вот такое, духи какие-то. Именно вот женский такой, женский аромат. Именно женщиной пахнет. Масло, конечно, мне не понравилось, но когда я мою голову этим шампунем и пользуюсь вот этим бальзамом, вот это масло работает вот так вот. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, просто вот какая-то линейка, да, у которой есть какие-то общие компоненты которые дополняют друг друга, либо в совокупности они делают именно волосы еще лучше, они выглядят лучше и на ощупь лучше. Также хочу показать вот такую вот покупку шампуня. Этот шампунь покупал молодой человек мой для себя сам. Я его сама не пробовала, молодой человек сказал, что нормальный, пойдет. Этот шампунь, как заявлено, против перхоти от Нивея Мэн. Честно, мне такие шампуни не очень нравятся. Я как-то давно пробовала что-то подобное, по-моему, от Шаума, от Нивея тоже пробовала. Запахи у них крутые, бомбезные, все супер, но вот от них у меня почему-то наоборот, все противоположно. У меня появляется от них перхоть. В чем смысл? Не знаю. Ему понравился, нормальный, как бы советовать могу. Перхоть у него, от него не появилось. Также не помню откуда, наверное, в каком-то подарке был вот такой вот шампунь, вот Акс. Честно, мне вот запах его не очень нравится. какой-то химозина отдает. Молодой человек им не пользуется. Я использую его как гель для душа, потому что голову я им мыть не хочу. Честно, я не знаю вот именно как он для волос, но как гель для душа в принципе неплохо. Опять же, не знаю, чем нравятся вот эти вот ароматы и вот эти средства от Акс. Они стоят бешеных денег, я лично считаю, но ничего при этом абсолютно не делают. Что их не спрей, что вот эта вот вещь, шампунь. В общем, запахи нулевые абсолютно неприятные для меня, допустим, и сами средства не очень. Ну и перейдем к средствам для лица. Первое, что хочу показать, это вот такое вот средство для умывания. Я его приобрела, конечно, недавно, но посмотрите, сколько у меня уже его нет. Я буквально, наверное, полтора месяца им пользуюсь. Я лично считаю, это большой расход, хотя я им пользуюсь и утром, и вечером, и в течение дня бывает. Ну, в принципе, ладно, нормальный расход. Это у нас черный жемчуг, все его так хвалили. это биомасло, средство для умывания, деликатное очищение. Как здесь заявлено, биоактивных натуральных масел, мягкая моющая основа. Это средство немножко похоже на какое-то, вот знаете, гидрофильное средство, потому что я, я им сама не пользовалась никогда, гидрофильным маслом, но вот по рассказам, как оно действует, как оно в соприкасании с водой, похожее что-то, но это средство еще имеет свойство пениться. На вкус и на запах, честно, мне напоминает обычный шампунь. Вот шампунь понтин, может быть какой-нибудь шаума там или еще там что-то наподобие, вот точно. И честно, мне это не очень нравится. У меня такое ощущение возникает, когда я закрываю глаза и умываюсь, и вот этот запах и привкус, который почему-то появляется на губах, хотя рот себе не мою, но почему-то вот он попадает туда и не очень нравится его запах, вкус, поэтому честно, я больше его не куплю. А так косметику смывают хорошо, умываюсь я им практически до скрипа. Средство такое, нормальное, но мне казалось, что расход у него велик. Допустим, если брать умывалки корейские, которые я брала до этого, у них расход был намного меньше, там 180 миллилитров, они стоят 300 рублей, и мне хватало их практически на полгода. Вот этого же средства, честно, здесь 160 миллилитров и буквально вот полтора месяца почти, а у меня уже полбутылька и стоит оно 500 рублей, честно, это не бюджетно, нифига не бюджетно. Вместе с этим средством я использую вот такой вот спонжик, который называется коняку. этот спонжик от фирмы, кстати, я вам не прочитаю фирму, я его в общем покупала во всяких таких точках, где продают кармексы, все вот эти вот вкусности, плюшки всякие, в общем, я его приобретала там, я хотела от Экотулс взять, но он что-то очень дорогой был, поэтому я решила, что обойдусь этим, потому что этот стоил 200 рублей, почему бы и нет, хотя он мне честно по сравнению именно с корейским, который я брала, черный такой, этот нравится мне меньше, он какой-то странный, честно, но я им пользуюсь, пока не найду что-то новое, пока не куплю что-то новое, но честно, вот именно если увидите вот такую вот упаковку с таким спонжем, не советую, также решила прикупить очищающие полоски для носа, потому что последнее время меня начали напрягать мои вот эти вот черные точки на носу, раньше их как-то не очень было заметно, потому что я чаще использовала всякие пилинги, скрабы, сейчас зимой я перестала это очень часто использовать, даже как-то можно сказать подзабила, и пользуюсь вообще бывает раз в месяц, а бывает и не пользуюсь вообще нужно это возобновить конечно, просто не всегда хватает на это время и сил и желания Кетуа фирма я на нее видела обзор у девочек мне в принципе понравились я что-то подобное пробовала у нас в Украине и они честно очень даже похожи на то что я пробовала у нас здесь 6 полосок я использовала пока только одну не поверите в общем покупала я давным-давно уже но использовала только одну мне понравились они угольные идут буду покупать еще однозначно потому что это экстренная такая помощь после очищения носа вот у меня не было потребности вообще в очистке носа как таковое лицо я не очищала потому что вы знаете что у меня прыщи а как мы знаем когда прыщи нежелательно пользоваться всякими пилингами скрабами потому что вы разносите вот эту вот заразу от одного прыщика по всему лицу и куда-то в какую-то пору эта грязь может попасть и образуется новый прыщик у вас также купила вот такой крем вечер называется все его хвалят все говорят что он помогает от темных кругов под глазами не то чтобы помогает он их не вылечит однозначно уже но осветляет как-то их немножко это жирная такая масляная практически даже текстура у крема запах у него такой вот именно старенького крема такого бабушкиного какого-то ну честно вам сказать он мне очень понравился я им довольна и посмотрите сколько у меня уже его нет и я пользуюсь им и на руки и на какие-то огрубевшие участки на теле я его наношу как маску для губ я его также использую и под глаза и на все лицо как маску в общем это универсальная вещь но честно вам скажу кожа у меня к нему тоже быстро привыкла где-то за месяц это однозначно я сразу увидела что эффекта практически уже никакого по крайней мере на коже лица и на руках но под глазами в принципе эффект хороший я его наносила только на ночь потому что днем как-то у меня я думаю консилер скатался и может быть даже куда-нибудь улетучился даже был момент когда я первый раз его попробовала нанесла причем так еще обильно и он просто мгновенно осветлил мне мои круги под глазами девочки это суперская вещь господи но когда его наносишь много в большом количестве под глаза они как-то начинают слезиться особенно на следующее утро когда допустим солнце на улице да либо просто ясная погода то глазам просто даже больно бывает поэтому с ним лучше не перебарщивать совсем чуть-чуть наносить но так как он очень экономичен потому что он жирный я его уже использую на все участки тела и нисколечки он не сделал плохо ни одному участку моего тела я также заходила в сеть магазинов спивак и Олесе Мустаевой и всех остальных кто там бывает я приобрела там крем и это крем который называется крем ночной для лица с поликислотами у него нет по моему ни номера никакого ничего он именно идет просто с названием и вот эти вот поликислоты я в принципе слышала что крема с кислотами либо масла с кислотами какие-то кислотные пилинги лучше использовать именно в какое-то пасмурное время года допустим осенью уже глубокой либо зимой я вот и приобрела честно крем суперский девочки я просто вам его советую здесь написано что улучшает цвет лица да и микро рельеф кожи он прям разглаживает ее повышает эластичность и упругость кожи на счет упругости и эластичности не знаю я себя за щеки не дергала но кожа преображается на лице однозначно также заявлено здесь что уменьшает признаки возрастных изменений защищает кожу от фотоповреждения я не могу заявлять что это так и есть потому что этот крем наносится исключительно только на лицо а на лице у меня морщинки только вот здесь это глубокие морщины которые да и на лбу честно я не замечала какого-то прям вау эффекта но то что лицо с этим кремом преображается это однозначно и мало того что оно преображается у меня проходили с ним прыщи вот у кого такие проблемы очень даже советую его наносить исключительно только на ночь потому что нельзя взаимодействовать после его нанесения с ультрафиолетовыми лучами я могла его наносить в выходные дни также в течение дня когда пасмурно на улице либо я закрывала шторки также я набрела как-то на мне неизвестную косметику это биоси я не знаю может быть кто-то слышал о такой косметике я слышу про нее первый раз вообще вот увидела и ну понятно там консультанты начали мне рассказывать и описывать как офигенно эта фирма я приобрела крем плюс 30 уже и это дневной крем здесь все не на русском абсолютно здесь ничего нет мне дали вот такой вот журнал ознакомиться с их продукцией потому что я приобрела только один крем мне что-то хотелось новое и я ничего другого не нашла вот набрела на эту фирму и решила попробовать как заявлено этот дневной крем защищает кожу от преждевременного старения благодаря маслу жжоба и антиоксидантным свойствам крит мума морского что это такое я даже стесняюсь спросить эта серия 30 плюс и она идет именно увлажняющая она направлена на увлажнение и честно вам сказать действительно так и есть у меня жирная кожа и я думала что этот крем наверное будет для меня слишком во-первых у него цвет цвет это что-то с чем-то у него какой-то такой даже грязный цвет грязный крем если так можно назвать во-вторых у него запах лимона именно лимонная отдушка которую просто во-первых сначала она тебя будоражит она действительно тебя как-то возбуждает не в том плане а именно будоражит и как мы все знаем от эфирного масла лимона ты быстро как-то просыпаешься быстро это масло тебя приводит в чувство и ты такой бодрый такой полон сил вот когда я использую этот крем у меня то же самое я какая-то такая сразу заведенная сразу готова все что-нибудь делать когда наношу этот крем на лицо какое-то время недолго на лице какая-то испарина появляется знаете такой некий парниковый эффект что ли я не знаю но потом крем быстро всасывается абсолютно впитывается в кожу его на лице не остаются ни следа можно наносить любой макияж что угодно на лицо косметика это бюджетная это никакая не реклама я сама приобрела этот крем я думаю вы бы видели да если бы мне прислали то у меня был бы крем дневной ночной средство для умывания крем под глаза на губы на пятки и на все остальное я купила один потому что за свои деньги это каталожная продукция поэтому она под ценовой категорией так же как и Avon не все конечно здесь какие-то антиэйдж средства они всегда идут дороже поэтому соответственно они дороже и здесь потерпите потерпите осталось пару средств первое что хочу показать это паста сплат она у нас уже заканчивается вот показываю и наверное в пустых баночках вы ее не увидите потому что ну она практически уже у нас закончилась не хочу просто туда-сюда эти коробки перекладывать сейчас пойду выброшу и все и также приобретали для молодого человека Гориньер Мэн минеральный спрей для обмышек короче этот спрей ему в принципе понравился понравился даже больше чем я до этого показывала по-моему от Рексона мы брали запах у него более-менее нейтральный не такой удушливый как у Рексоны и честно сказать он удобен в использовании здесь есть регуляторы заглушки которые не позволяют в сумке нажиматься этой упаковке либо детям не позволяет это делать я его кстати тестила на себе как раз когда занималась спортом да он конечно не слишком хорошо защищает от пота не на все 100% но лучше был по своему действию чем Рексона который серебристый я вам показывала такой тоже в спрее вот эту вещь я могу в принципе советовать для мужчин которые активные которые может быть занимаются спортом потому что мой молодой человек пользуется им и в спортзал и все у него окей да запах конечно все равно присутствует через время потому что его нужно обновлять это не то средство которое вы нанесли с утра и вечером или аж ночью пришли домой и вы должны плахнуть нет такого не будет вы понимаете что это средство оно не долговечное если бы оно было долговечным оно было бы не полезным оно было бы противопоказано нам ну и так же покупала очередную бутылочку средства для тела это масло для тела Johnson's это баночка у меня которая для сна хороша я все время забываю как она называется здесь не написано просто написано что масло перед сном да вот это вот масло которое перед сном я его обожаю мне оно нравится запах суперский у него такой немножко с кислинкой что ли и классическая версия мне нравится вот после вот этой баночки куплю классическую чтобы не привыкать и не надоедало мне это и все были мои покупки надеюсь вам понравилось это видео надеюсь вам понравились мои рассказы мои покупки и вам вообще все понравилось ну а мы увидимся в следующем видео обязательно увидимся и всех целую обнимаю и пока пока пока